Следующий 2024 год в России вполне может стать годом спорта. Президент высказался положительно об этой идее на рабочей поездке в Пермский край. И это здорово, ведь можно привлечь к занятиям физической культуры как можно больше жителей нашей страны. А каждый день во всех уголках наши необъятны и привлекает к абсолютно любым видам спорта. Они – тренеры. В честь профессионального праздника знакомимся с вдохновителями и проводниками здоровый образ жизни. Рельефное, красивое тело, отличное кардио и силовые нагрузки – это кроссфит. Мастер по высокоинтенсивному фитнесу в Верхнее Салде Алексей Малков. Мы умеем все. Но до уровня, например, того же тяжелой атлетики, мастера спорта, КМСа, нам далеко. Но при этом мы свои ПМ мы можем выполнять чуть ли не ежедневно. При этом мы можем бегать, мы можем плавать, мы можем ездить на велосипедах. Также гимнастика, турник, кольца – все это мы умеем. Больше я хочу чему-то научить людей, подать какой-то пример подрастающему поколению, то есть нынешнему поколению. Нет пределов совершенства. Кроссфит закаляет характер каждого индивидуально, а командные виды спорта учат чувствовать и других. Познакомимся с Денисом Васильевым. Кстати, это наш коллега Металург и капитан мужской команды «Ависмы» по волейболу. Чуть меньше года назад решил попробовать себя в качестве наставника. Меня просто попросили на одном мероприятии, сможем ли мы прийти и просто взять и поиграть. Только мы совсем не умеем. Провели тренировку в зале, им понравилось. И тебя затянуло? И теперь меня действительно затянуло. Основная задача для меня является научить или показать людям то, что, наверное, когда-то хотел этому научиться я. То есть я в волейболе самоучка, у меня не было тренера. Чем тебя завлек этот вид спорта? Почему именно волейбол ты выбрал? Это красиво. Это вид спорта, который заставляет тебя постоянно поднимать голову вверх и никогда не опускать. К увлечению тренерством Денис отнесся серьезно, поступил на заочное обучение, теперь учится учить официально. А из подопечных создал команду, которая теперь выступает на городских соревнованиях по волейболу среди любителей. А салдинского тренера эксклюзивно для корпоративного телевидения. Алексей, подскажите, какое это эффективное упражнение в кроссфите? Ну, в принципе, визитная карточка кроссфита и эффективное упражнение – это бёрпи. В зависимости от телосложения человека, оно самое энергозатратное. От полутора калорий может тратиться за одно повторение. Давайте попробуем, что это такое. Давай. Денис, какое-нибудь эффективное упражнение? Одно из наводящих упражнений – это для верхней передачи. Для этого мы развиваем силу кистей, рук и пальцев с помощью набивного мяча. В этом нам поможет, Вася, 2 килограмма части. Если обычный мяч у нас весит где-то 230 грамм, этот у нас весит 2 килограмма. Как с обычным волейбольным мячом, ты делаешь шучки треугольником и теперь просто делаешь передачу над собой. Вот таким образом передач 10-15, небольшой перерыв и снова 10-15 таких передач над собой. А мы поздравляем всех тренеров с профессиональным праздником. Александра Сахокия, Дмитрий Ким. Анастасия Лихотворик, Евгений Маровчев. Новости ВСМПО АВИСМА.